короткое видео в очередной раз остался с последним проводом для дисковода и с абсолютным минимумом проводов идея можно конечно залезть на мешок и накупить кучу старых бушных шлифов и тестировать какой из них будет живой какой нет но мы не ищем легких путей я пошел на алиэкспресс и купил вот это шлейф довольно таки веселенький по расцветке к нему коннекторы коннекторы 5 дюймовые с 5 дюймовыми коннекторами шлейфа дисководные на том же ebay стоит рублей 800 это еще не факт что с бесплатной доставкой ну и также коннекторы для идея этих меня вообще хватит очень надолго в общем шлейф этот будет кромсаться пополам это сорокожильный шлейф то есть идея половинка будет обживаться обжиматься как идея а второй половинки отделю если я ничего не путаю 6 проводков то есть здесь 34 жильный провод и обожму его как флоповодный кабель причем сдвоенный причем не только сдвоенный но еще и с поддержкой 5 дюймового дисковода конечно для обживки подобных кабелей требуется специальная аппаратура то есть вот эти штуки для них есть специальная обжимочная клещи это или как это называется но опять же мы не ищем легких путей обжимать будем тисках чем я собственно сейчас и буду заниматься начинаем обжимку как оказалось это действительно мой последний де шлейф смотрим на него в общем вот эту вот этот бракет который отдельной фишкой как я смотрю вот этот не доехала целый то вот этот коннектор развернут в эту сторону то есть здесь буквально шлейф делает вот так если убрать эту пластиковую защелку вывернуть и распрямить шлейф то получается что этот девайс коннектором направлен в эту сторону то есть у нас коннектор наверху и вот этот ключ на нем в эту сторону следующий разъем иде направлен вниз и коннектором навстречу вот этому то есть так и так и и этот опять же если убрать пластиковую детальку и распрямить его тоже направлен вниз и коннектором в эту сторону начинаем потихонечку обжимать одновременно среди снимать конечно страшно неудобно счастью если я накосячу коннекторов у меня по моему 10 штук аж получается что это вот эта часть теперь надо обжать противоположный конец который расположен вот так вот этим коннектором вниз и в сторону того коннектора обжим произведен по крайней мере двух крайних коннекторов средний быть немножко проблематично обжать но я это потом сделаю сейчас самая веселая часть веселая в кавычках проверка проводимости берем включая мультиметр на проверку проводимости на прозванивание одной рукой это делать крайне проблематично поэтому я сейчас протестирую есть коннект то есть шина должна быть абсолютно параллельно то что здесь должно звониться с той же самой с тем же самым разъемом с этой стороны до одной рукой это сделать проблематично есть коннект ну и так все 40 ножек сделаю паузу успех края живые теперь надо умудриться обжать середину это придется делать кусочками в принципе вот этим крайним разъемом как легко можно посмотреть по их обжеванным краям я также прошелся кусками чтобы гарантировать нормальный коннект то есть затягиваем здесь опускаем затягиваем здесь и так через весь шлейф несколько раз главное не сломать защелку она довольно таки хрупкая делать одной рукой не кайфу и к сожалению штатива у меня нет поэтому сделаем паузу ну все шлейф по сути дела готов осталось только завернуть вот этот краешек и надеть на него защелку чтобы в случае вытаскивания из материнской платы не выдрать в ней разъем такое тоже случалось сторону я уже загнул немножко нефабрично но выглядит нормально и довольно таки прикольно выглядящий кабель с дисководом идея та же самая но оставляем от кабеля 34 жилы из 40 то есть 5 с одной стороны в моем случае плюс 1 с другой чтобы контакт номер 0 был красным так же как на этом шлейфе на шлейфе идея этот контакт получился по техническим причинам черным ну и плюс конечно знаменитый перегнутый который используется для управления разными дисководами то есть здесь на параллельной части где нет согнутого обычно устанавливается коннектор для дисковода номер 2 дисковод номер один эта часть после перекрещенного фрагмента шлейфа ну и будем заниматься этим с этим кабелем работать несколько неудобно потому что на нем как видно есть залитая дырочка но при этом нет ключа то есть воткнуть каким образом его втыкать непонятно здесь ключ есть на какую сторону шлейфа его присобачить не ясно мне повезло после долгих раскопок обнаружился еще один шлейф для дисковода явно не подходящий к ретро компьютером типа 386 на котором ключик обнаружился что мы видим дорога коннектор номер 0 вот он ну или номер один тут как смотря как нумеровать ключ с этой стороны то есть опять же если убрать вот эту пластиковую защелку и распрямить шлейф который делает вот так вот изгибается получается что ключ смотрит к концу шлейфа и и получается что дорожка номер 0 это вот правой с левой стороны то есть на мой коннектор на мой шлейф коннектор надевается вот так как ни странно найти точную информацию о том где находится перегиб я пока не смог но это буквально первые картинки найденные в google и но здесь в принципе можно и так сравнить насколько я понимаю здесь 9 коннекторов потом 7 сейчас еще раз сравнил разрежу перегну и получается что коннектор уходит в эту сторону да все верно 9 и 7 и коннектор вот этот вот ключ указывает вниз это я сверился по второму шлейфу позже найду 286 где у меня есть фрагменты с 5-дюймовым разъемом и точно уже сверюсь во первых чтобы знать где идет перегиб как там после перегиба как устанавливается коннектор и где и как с какой стороны подсоединяются коннекторы для 5-дюймового дисковода то есть вот они сами два коннектора в принципе насколько я помню соединяются они с той же стороны что и вот эти коннекторы так что с этим проблем возникнуть не должно единственный минус конкретно этих коннекторов в том что на оригинальных коннекторах от 5-дюймового дисковода ключ их нельзя вставить другой стороной то есть здесь насколько я помню четыре коннектора то есть два с одной стороны два с другой с кем залитый кусок в этом месте в коннекторе на самом 5-дюймовом дисководе пропил и дальше уже продолжается все остальное здесь таких нет поэтому эти разъемы можно воткнуть вверх ногами но скорее всего дисковода от этого ничего не делает не сделается так так же как дисководу 3-дюймовому ничего не делается единственное что если дискетка в этот момент вставлена в дисковод и и запортачит ну что ж на этом практически видео закончено она и так уже получилось довольно длинная дисководный шлейф можно в принципе сейчас испытать не успех это мой вновь собранный 486 материнка все-таки заработала есть в ней в ней небольшие косяки то есть довольно часто момент включения она не стартует нередко даже черный экран либо косяк в памяти либо еще что-то очевидно у нее проблема с реситом каждый компьютер в момент включения включается с кашей в памяти с кашей в кэш памяти в общем с рандомными битами то есть момент включения это довольно резкий скачок напряжения который забивается и микросхемы ерундой именно поэтому сразу же после включения компьютера на материнской плате заряжается определенный конденсатор и включает автоматический сброс то есть первое что делает компьютер в момент включения в нем срабатывает автоматически reset с этим компьютером что-то пошло не так reset здесь не срабатывает поэтому нередко он запускается в каком-то подвешенном состоянии и поэтому его приходится перегружать reset там вручную но после этого компьютер грузится сто процентов и без всяких косяков каждый раз так что материнская плата требует лишь небольшой замены там каких-то маленьких конденсаторов еще каких-то деталей но в остальном она полностью работоспособна также как и работоспособен этот шлейф повезло на этом видео я думаю можно закончить